Республика Коми, Республика Крым, Республика Сахар-Якутия, Ростовская область, Рязанская область, Самарская область. 222 спортсмена из 33 субъектов Российской Федерации приехали в Раменское на чемпионат России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Возрастная категория участников 18+, хотя для некоторых более юных спортсменов все же сделали исключение. Седьмой год подряд наш город радушно встречает гостей по-настоящему сильных духом. Мы очень интересно сотрудничаем на протяжении многих лет с Паралиминским комитетом России. У нас проводятся филировочные мероприятия, соревнования по многим видам спорта. Все, кто считает, что здесь можно порвать, к нам приезжают. Поэтому мы очень благодарны комитету и очень довольны, что мы принимаем участие в ваших победных шагах. Чемпионат России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата проходит по полной паралимпийской программе. Такие же дистанции будут и на чемпионате мира, который стартует через несколько месяцев. Правда, наша сборная вряд ли сможет принять участие из-за отлучения национального паралимпийского комитета от международного. Я старшим тренером являюсь 21 год сборной России. Участвовал и команду готовил к пяти паралимпийским играм. Допинг-контроль проводился наших спортсменов постоянно. И можно даже сказать, немножко даже предвзято даже к российским спортсменам. За 21 год ни одного случая употребления допинга. Но в то же время мы отлучены. Дисквалификации российских спортсменов с ограниченными возможностями все еще действуют. Но это не повод сдавать ранее завоеванные позиции. В 2015 году наша паралимпийская сборная по плаванию стала лучшей в мире. На чемпионате России в Раменском среди участников есть паралимпийские спортсмены, которые должны были представлять нашу сборную на Олимпиаде в Бразилии. Один из них Вячеслав Ленский поделился с нами, что паралимпийцы не теряют надежды и продолжают борьбу. Как видите, здесь все равно выступаем, продолжаем, надеемся, что нас скоро вернут на международную арену. Был небольшой отдых после альтернативных игр вместо Бразилии. Потом также вернулись к обычным тренировкам. И вот готовились в данном случае к чемпионату России. На данном чемпионате России работают две квалификационные комиссии, определяющие класс спортсмены. Эта процедура необходима, так как поражения опорно-двигательного аппарата у спортсменов разные. Калификации позволяют сделать соревнования предельно справедливыми. Десять из десяти возможных классов спортсменов в этом году соревнуются в Раменском. Давно занимаешься спортом? Да, с самого детства. Мама дала на состояние здоровья. Тренер заметил, пригласил в группу спортивную. И так началось спортивное достижение. В сборную когда-нибудь поддал уже в России? Член сборной резервы пока месте. Ну, у нас соперничество очень сильно. Сборная одна из лучших в мире. Поэтому результаты нужно выгрызать. Хороший результат показываю. На рекорд России показываю. И хорошие результаты. Пришел 10 лет назад, привела маму, потому что с самого детства меня очень привлекал бассейн и водные виды спорта. К тому же это, пожалуй, единственный вид спорта, в котором люди с поражением опорно-двигательного аппарата могут показать себя в полной мере. Какие уже у тебя достижения за эти годы? Я призер предыдущего чемпионата России и первенства России по плаванию. На вашей благодатной раменской земле, я думаю, что ребята постараются установить новые рекорды России и превысить. Ну, где-то порядка 10 мировых рекордов мы превысим. Любой желающий может прийти в раменский бассейн «Сатурн» и поддержать спортсменов. Чемпионат России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата будет проходить до 29 июня с 11 утра до 15 часов.